Всем доброго времени суток! Сегодня поговорим об уникальной специи, которая называется курица. Курица популярна уже много столетий. В давние времена ей посвящались стихи, наделяли эту специю целебными свойствами. Сегодня востребованность курицы или корицы не уменьшилась, а все из-за ее полезных особенностей. Ведь данная специя обладает богатым химическим составом и почти не имеет противопоказаний. Корица – это растение из семейства лавровых. Существует и одноименная пряность. Наиболее популярны четыре вида растения – цейлонская, малобарская, китайская и цинамон. Важно, лечебными свойствами обладает только корица цейлон, а вот кассия в больших количествах наносит вред печени и почкам. Корица культивируется в основном на острове Шри-Ланка. Специю получает из коры дерева цинамоном. При высыхании полоски коры заливаются в трубочки. Это и есть те самые коричневые палочки, которые мы используем на кухне. Пряность была популярна еще в Древнем Египте. Считалась редким и ценным даром, доступным лишь правителям и их приближенным. Только самые влиятельные египтянки владели секретными рецептами красоты для лица и волос на основе корицы. А вот мед и корица обладают целебными свойствами, если они используются по отдельности. Смесь меда и корицы в качестве природного лечения считается как эликсир здоровья и бессмертия. Считалось, что эликсир был как духовная пища философов и святых в течение веков. Блаженство духа и подарок с небес. Иногда считалось, что мед и корица используема в смеси в состоянии возвратить зрение слепым людям. Она способствует сохранению здоровья в хорошем состоянии, придает свежесть, молодость и плодовитость. Люди с Востока дарят мед и корицу как наиболее выгодный подарок от природы и используют эти продукты для лечения всех видов заболеваний и психических состояний в течение веков. Научные исследования, которые проводятся по всему миру в Японии, США, Австралии, показывают, что смесь меда и корицы дает фантастические результаты, такие как регенерация клеток организма, повышение устойчивости организма, усиление иммунитета и так далее. Специалисты говорят однозначно то, что мед и корицу надо использовать в качестве природного лечения, которое оказывает благотворное влияние на весь организм и укрепляет его. Самые последние статистические данные подтверждают, что это даже продлевает человеческую жизнь. В составе корицы найдено много полезных элементов, среди которых коричный альдегид, эвгенол, смола, слизь, дубильные вещества, крахмал, оксалат кальция. Пряный запах продает коричневое эфирное масло, которое составляет около 2% корен. Из минералов в корице присутствует кальций, магний, калий, фосфор, натрий, в том числе железо, марганец и цинк. Есть в ней витамины С, Е, К, ПП, В1, В2, В3, В6, В9. В состав входит большое количество углеводов, превышая содержание жиров и белков. Дисахариды и моносахариды – насыщенные жирные кислоты. Корица обладает жаропонижающим, согревающим, противовоспалительным, противомикробным, укрепляющим иммунитет с действием, а также обезболивающим и антисептическим. Вредно принимать корицу только при склонности к кровотечениям, а также при беременности. Корица или корица проявляет много полезных свойств, особенно в комплексе с другими препаратами. Она снижает уровень сахара в крови, ускоряет процессы метаболизма в несколько раз, улучшает функциональность мозга, повышает внимательность, концентрацию, память, увеличивает количество сердечных сокращений, способствует выведению шлаков из организма, положительно влияет на пищеварительную систему, повышает выделение желудочного сока, обладает антисептическим, противомикробным и обезболивающим действием, растворяет камни в почках и желчном пузыре, производит желчегонное и мочегонное действия, является профилактическим средством от онкологических заболеваний, в частности, рака толстой кишки, проявляет антидепрессантные свойства, оказывает ветрогонное, мочегонное и патагонное действия, является сосудорасширяющим средством, препятствует появлению тромбов, кроме того, имеет противогрибковые и противопаразитарные свойства. В состав корицы входят дубильные вещества, эфирные масла и смола, диетические, волокна и кальций, поэтому употребление этой специи способствует профилактике многих болезней. Так, умеренный и регулярный прием корицы помогает снизить вероятность развития раковых заболеваний, минимизирует риск появления эпохолии в кишечнике. Также эта специя помогает связывать с соли желчных кислот, что является эффективным средством профилактики болезней пищеварительной системы, снижает риск развития диареи, запоров. Корица является природным антиоксидантом, обладает противомикробным и антигрибковым свойствами. Также эта специя помогает избежать воспалительных процессов, защищает организм простудных болезней. Людям с сахарным диабетом помогает снизить уровень сахара в крови, активизирует выработку инсулина. Пару грамм этой специи повышает активность инсулина, оптимизирует процесс абсорбирования глюкозы. Благодаря корице снижается уровень холестерина в крови, стимулируется процесс сжигания жира. Применять эту специю можно в кулинарии, народной медицине, косметологии. Корица будет уместна во фруктовых салатах, кашах, горячих напитках. Также ее можно использовать для консервации овощей. И все из-за ее противомикробных и антибактериальных свойств. В аромотерапии корицу применяют для повышения работоспособности, улучшения памяти. В народной медицине ее используют для лечения простуды, диареи, тошноты и метеоризма. С помощью корицы можно нормализовать температурный баланс, улучшить кровообращение, добавить к клеткам тела энергии. Косметология эту специю использует для осветления, смягчения волос и кожи. Маски для волос с добавлением корицы продают блеск, мягкость, послушность прядям, облегчает процесс укладки. С помощью корицы можно избавиться от прыщей, выровнять цвет лица. Другими полезными свойствами корицы являются усиление иммунитета, антипаразитарные действия, профилактика мигрени, головной боли, улучшение самочувствия при депрессии и апатии, лечение воспаления мочевого пузыря, профилактика выпадения волос, восстановление структуры прядей, избавление от зубной боли. Несколько слов о хранении. Специю нужно хранить в стеклянной емкости, плотно закрытой и желательно подальше от света и влаги. В сухом, прохладном, темном месте специя сохранит свои лечебные свойства в течение полугода, а палочки корицы до года. Если хотите еще дольше сохранить свежесть специи, то положите ее в холодильник. От специи, которая утратила свой изысканный сладкий запах и потеряла свежесть, больше вреда, нежели пользе. Смело отправляйте такую пряность в мусорное ведро. При тяжести в желудке, при спазмах в желудке и кишечнике принимайте до еды буквально на кончике чайной ложки порошок корицы и запивайте водой. Принимайте минут за 15-20 до приема пищи, три раза в день. Буквально через пару дней боли уйдут и пищеварение улучшится. Использование меда укрепляет белые кровяные клетки, лейкоциты против каждого вида болезни. При этом корица в сочетании с ферментами меда улучшает пищеварение. Надо взять две ложечки смеси меда и корицы как естественное лекарство перед едой. И благодаря этой смеси ваш кишечник будет способен переваривать самую твердую пищу. В специи можно убрать плохой запах изо рта. Для этого следует пожевать небольшой кусочек пряностей. Чтобы дыхание оставалось свежим в течение дня, возьмите за правило полоскать горло каждое утро теплым раствором из меда и корицы. Ингредиенты необходимо взять по одной чайной ложке и растворить в стакане воды. А затем хорошо прополоскайте этим раствором рот. При зубной боли наложите в область больного зуба смесь корицы и меда в сочетании 1 к 5. При простуде и гриппе прекрасно помогает согревающий чай с корицей. На пол литра кипятка добавьте палочку корицы и настаивайте 10-15 минут. Можно по желанию добавить мед, но уже в немного остывший чай. Можно добавить кусочек цедры, апельсина. Чай получается согревающий и очень вкусный. Лечение корицы с медом оказывает положительный эффект при кашле. Возьмите 4 столовые ложки меда и смешайте с одной чайной ложки корицы. Принимайте по одной чайной ложечке корицы с медом 3 раза в день. Это средство хорошо не только при кашле, но и при первых признаках простуды, при гриппе. Она полезна для снижения симптомов простуды и для облегчения дыхания при хроническом кашле. При сильных приступах кашля смешайте пол чайной ложечки специй с одной столовой ложки меда и принимайте в течение 4-5 дней. Или чайную ложечку специй растворите в одном литре кипятка. Добавьте немного черного перца, меда по вкусу и пейте каждые 4 часа. Как лечить прыщи при помощи корицы? Смешайте 1 чайную ложку корицы и мед 3 столовые ложки. Наносите на прыщики по утрам и вечером. Средство смывается теплой водой. Спустя 14 дней применение смеси кожи очищается от прыщей. Рецепт при больных суставах. Пить необходимо по одной чашке горячей воды со смешанными в ней одной небольшой ложкой корицы и двумя большими ложками меда. Пить необходимо утром и вечером. Длительная терапия сможет излечить даже хронический артрит. Еще один рецепт при артрите. Разбавьте в 250 мл подогретой кипяченой воды молотую корицу 1 чайную ложку и мед 2 чайные ложки. Все это употребляется за один прием. Прикострите с повышенной кислотностью. Чтобы снизить кислотность и улучшить переваривание еды, съедайте перед каждым приемом пищи смесь меда 2 столовые ложки и корицы пол чайной ложки. При помощи такого средства можно не только снизить кислотность, но и заживить язвенные процессы в желудке, уменьшить газообразование, улучшить пищеварение даже самой тяжелой еды. Раствором корицы, меда и воды необходимо смазывать укусы насекомых. Она оказывает обезболивающий противовоспалительный эффект. Грибок, экземы, кожные инфекции лечатся таким образом. Сделайте такую мазь, смешав в пропорции 1 к 1 мед с корицей. Трижды в день нанесите на места поражение. Можно также пить корицу с молоком. На стакан молока кладем 1 треть чайной ложки меленой корицы и 1 столовую ложку меда. Мед добавляется в кипяченое молоко на нетеплее 60 градусов по Цельсию. Ежедневное употребление корицы с медом по 1 чайной ложечке в день прекрасно помогает укрепить защитные функции нашего организма и действует прекрасно также на иммунную систему, усиливает образование красных кровяных телец в крови. При воспалительном процессе в мочевом пузыре, чтобы убрать микробы на слизистых оболочках мочевого пузыря, смешайте 2 большие ложки корицы и 1 маленькую ложку меда в одной чашке горячей воды и пейте. Эта смесь очистит мочевой пузырь и уничтожит бактерии. Добавляя специи в еду, вы не только придаете пище вкусовые качества, но и его переваривание. Корица полезна людям, страдающим метеоризмом, для удаления газа из желудка и кишечника. Добавляйте в каждое блюдо примерно по 1 четвертой чайной ложечки пряности. Мед и корица эффективны против высокого холестерина. Смешайте 3 маленькие ложечки корицы и 2 большие ложки меда с 4 чашками чая. Лучше всего использовать зеленый чай. Пить необходимо 3 раза в день. Высокий уровень холестерина снизится на 10% в течение 2 часов. И после длительного использования чая можно добиваться полного выздоровления. Еще один рецепт. Разбавьте 250 мл подогретой воды, молотую корицу, 1,5 чайной ложки и мед 1 столовую ложку и трижды в сутки употребляйте. Спустя 2 часа после употребления этого напитка холестерин в крови понижается. А вот полезные свойства корицы для похудения – это научный факт. Вот несколько простых диетических рецептов. Добавляйте чайную ложечку молотой специи к овсяной каше, в мюсли и йогурт. Смешивайте корицу, мед и горячую воду. Пейте вместо чая в течение дня. Черный чай и кофе, фруктовые соки и протеинные коктейли с этой приправой станут вкуснее. Специя сочетается с киноя, свежими фруктами, орехами и семечками. Можно заморозить корицу в кубиках льда, чтобы добавить изюминку и особый аромат любимым напиткам. Можно присыпать молотые приправы, свежие фрукты. Не повредит щепотка пряности в чечевице, фасолевом супе и вегетарианском соусе чили. Несколько слов о том, как же именно корица помогает в похудении. Специя обладает способностью увеличивать активность инсулина в организме. Даже для людей не страдающих диабетом, повышенный сахар в крови – серьезная проблема, ведущая к ожирению. Удивительно, но факт. Включение корицы в рацион снижает гликемический индекс вашей пищи на 18-29%. А это хороший толчок к похудению. Эта пряность ускоряет обмен веществ, в том числе обмен углеводов, не допуская их превращения в жир. Кушая блюда, приправленные корицей, вы сжигаете больше калорий. Лучшие средства для похудения сложно отыскать. Еще одно необходимое для похудения условие – низкий уровень плохого холестерина в крови. Здесь снова на помощь придут биологически активные соединения в составе популярной пряности. Абдоминальный или брюшной жир – первое, что бросается в глаза при виде человека с избыточным весом. Но гораздо опаснее тот, который окружает наши внутренние органы. Это жир висцеральный. Употребляя корицу регулярно, вы заставляете свой организм сжигать в первую очередь этот висцеральный жир. Так, параллельно с похудением, вы можете поправить свое здоровье в целом. Корица замедляет пищеварительные процессы в желудке. Это важное свойство для тех, кто пытается похудеть. При поддержке пряностей легче дотерпеть до следующей трапезы без дополнительных перекусов. Диетологи утверждают, что высушенная корица уменьшает тягу к сладкому. Похудение вместо корицей протекает гораздо легче. Сбрасывайте лишний вес с пользой для здоровья. Отзывы об этой пряности тех, кто сидел на диете, только положительные. Для похудения применяйте такой напиток. В стакан кефира добавить по половине одной чайной ложки молотой корицы и имбиря. Щепотку красного перца перемешать и выпить. Этот напиток прекрасно помогает избавиться от лишних килограммов. Может быть звучит немного странно, но мед и корица может быть использована в качестве продукта для снижения веса. Смешайте одну маленькую ложку корицы и одну маленькую ложку меда и варите 5 минут в одном стакане воды. Пить необходимо два раза в день, утром и вечером. Это предотвращает отложение жира в организме. Есть другой вариант. Регулярно пить чай с медом и корицей. Соотношение должно быть 2 к 1. Пить его лучше перед сном. Кроме того, для похудения полезно добавлять корицу во все блюда. Она не испортит вкус блюд, зато поможет пищеварению и обменным процессам организма, что положительно отразится на вашей фигуре. Рецепт против усталости с медом и корицей. Вы можете почувствовать себя более отдохнувшим, если будете принимать это питье. Выпейте одну чашку горячей воды не больше 40 градусов Цельсия со смешанной в дней. Одной маленькой ложкой меда и половину маленькой ложкой корицы. Утром и днем в течение 7 дней. Мед и корица используются для долголетия. Гунны – люди, которым лучше всего были известны полезные свойства меда и корицы. Они наслаждались чаем из корицы и меда каждый день. Этот народ жил много лет и их потомки оставались свежими и здоровыми до старости. Ученые говорят, что эта комбинация замедляет процесс старения, увеличивает человеческую жизнь и делает кожу свежей, мягкой и здоровой. Рецепт этого напитка – 1 столовую ложку корицы и 4 ложки меда варить в одной чашке воды. Разделите смесь на 4 части и пейте ее в течение дня, 4 раза в день. Корица востребована и в косметологии в связи с ее целебным воздействием на кожу леса и тела. Она оказывает противовоспалительное действие, ускоряет обменные процессы в клетках кожи. Все это возможно благодаря наличию в составе пряностей множества антиоксидантов и дубильных веществ. Под воздействием коричных масок для лица кожа обретает гладкость и эластичность, исчезают воспалительные процессы, разглаживаются мягкие морщины. Маски для волос, в состав которой входит корица, помогают нейтрализовать последствия неправильного ухода, питания, которые делают локоны ломкими, тусклыми и безжизненными. Кроме того, корица способствует ускорению роста волос, применяя ее в качестве натурального осветляющего средства. Чтобы омолодить кожу лица, возьмите одну каплю эссенции корицы, смешайте ее с оливковым маслом 1 столовой ложки и аккуратно нанесите как маску на кожу лица, либо на кожу головы для ускорения роста волос. Держите 15 минут. Маска работает с кожей, затем смывается. Свежесть и хороший цвет лица вам обеспечены. Улучшить состояние кожи, тонизировать ее и разгладить морщины поможет также. Еще одна маска из корицы и меда. Компоненты берут в пропорции 1 к 2. Смешивают и наносят на кожу на 10 минут, затем смывают. Если кожа сухая, в маску можно добавить 1,5 столовой ложки любого растительного масла. Если жирная, в рецепт включают белок куриного яйца. А если кожа нормальная или комбинированная, подойдет нежирная сметана 1 столовая ложка. Существует действенное питательное средство, успокаивающее воспаленную кожу, нейтрализующие прыщи. Это маска, состоящая из 1,3 банана, 2 столовых ложки сметаны и чайной ложки порошка корицы, к которой можно добавить лимонный сок. Этой маской покрывает кожу лица и выдержит 15 минут. После умывания слегка смажьте лицо кремом. Сделать кожу гладкой и нежной можно, если приготовить скраб по следующему рецепту. Оливковое масло полстакана смешиваю со столовой ложкой сахара, желательно коричневого, и чайной ложкой корицы. Влажную кожу обрабатываю полученным скрабом, сочетая нанесение средств с массажем, затем смываю. Сухую кожу смываю водой без применения мыла или геля для душа. Если кожа жирная, можно воспользоваться косметическими средствами. Корица в косметологии – один из продуктов, ускоряющих рост волос. Поэтому полезно делать маску, включающую в себя кефир, оливковое масло по 2 столовые ложки, корицу, мед по чайной ложке и яйцо. Маску наносят на волосы обычным способом на 15 минут и затем тщательно смывает. А вот благодаря своей способности осветлять волосы, корица является альтернативным химическим окрашивающим средством. Эффективно следующая маска. В стеклянной или керамической емкости смешивают кондиционер для волос 200 мл, жидкий мед 70 мл и 3 столовые ложки молотой корицы. Однородную маску наносят на чистые, влажные, не мокрые волосы, распределяя средства равномерно на каждую прядь. После волосы укутывают целлофаном, а через полчаса целлофан снимает. При этом маску оставляют на волосах как можно дольше, до 4 часов. Смывают теплой водой. Можно использовать отвар ромашки. Такая маска, кроме осветления, способствует укреплению волос. Спасибо всем за внимание. Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует... Продолжение следует...